Дачный кооператив «Сельский будивельник» в селе Приднепровское Лукашевского сельского совета существует уже более 20 лет. В свое время его жители за свой счет провели себе воду и электроэнергию. Но сейчас от пенсионеров требуют перенести коммуникации и очистить территорию. Там вот идет наша линия. Там внизу наша насосная станция. Наша линия 10 кВт и трубопровод попали точно под кооператив «Гай». Они нас заставляют, как говорится, сделать демонтаж и перенести все наши коммуникации. Дачный кооператив «Гай» создали более пяти лет назад. Территорию под застройку бесплатно выделил Лукашевский сельский совет. Кооператив небольшой, всего 18 дачных участков. Правда, территорию, которую занимают новоиспеченные дачники, составляет почти 3 гектара земли. А расположена она на месте, где уже построены коммуникации кооператива «Сельский будивельник». С 18 человек 6 фамилий Щербань. 3 фамилии Головань. Щербань – это заместитель, Головань – это председатель. Плюс еще, ну, как будто мама Головань. Жители дачного кооператива «Сельский будивельник» обратились в Государственную инспекцию сельского хозяйства в Запорожской области. Согласно земельному кодексу Украины, дачный кооператив должен находиться на расстоянии 100 метров от большой реки либо водохранилища. Если же уклон больше 3 градусов, то минимальная охранная зона удваивается. А у нас здесь уклон 4 градуса 30 минут. У нас охранная зона должна составлять 200 метров. Дачный кооператив «Сельский будивельник» от воды на расстоянии 200 метров. Это не противоречит земельному законодательству. Территория кооператива «Гай» расположена менее чем в 100 метрах от реки. Если члены этого кооператива начнут строительство и поставят заборы, все жители села останутся без подбища и единственного пляжа. Государственная инспекция сельского хозяйства в Запорожской области пришла к выводу. Решение сельского совета про выделение земли под кооператив «Гай» незаконное. Затверджение Лукашевской сельской рады проектов установления меж водоохранилища зоны и прибрежной защитной службы реки Днепро в межах села Приднепровской Лукашевской сельской рады привело к вылечению земель коммунальной власти расположенных на сбережье реки Днепро и передачу ее в приватную власть, что является порушением земельного законодательства Украины. За объяснениями мы поехали к главе Лукашевского сельского совета. Пообщаться с Ларисой Головань пытались лично и по телефону. Все безрезультатно. И только на третий раз нам удалось застать главу сельсовета на рабочем месте. Поговорить с нами глава Лукашевского сельского совета отказалась, ссылаясь на рабочую поездку. Мы решили ее подождать. На часах уже за 12, прием граждан окончен, а сельского главы на рабочем месте нет. За консультацией мы обратились к юристу. Нам подтвердили незаконность решения Лукашевского сельского совета. Если посмотреть на результаты проведенной геодезической экспертизы, то пять участков, которые расположены с правой стороны, проходят по водоводу и проходят по линии электропередач, во-первых, не согласованно, о чем есть письма, соответствующих органов, и расположены они в зоне ближе, чем 100 метров к реке. Что, в свою очередь, нарушает у нас главу 12 земельного кодекса Украины, который определяет землеводную фонду. Выделение земельных участков членом дачного кооператива ГАИ государственная инспекция сельского хозяйства Запорожской области считает незаконным. Об этом инспекция сообщила в Запорожское отделение СБУ. Но пока никакой реакции на противоправные действия нет. Юристы говорят, решение Лукашевского сельского совета о выделении земли необходимо отменить и вернуть земли в коммунальную собственность. Юлия Козыряцкая, Сергей Чалый, Константин Пороскевич, Эдгар Копытов, ТВ5.